Отец наш Небесный, благодарим Тебя, славим Тебя, Иисус, помашь это слово вступление, Господи, благодарим Тебя за песни, Иисус, по имя Твое, молимся и просим. Аминь. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 2 главу, 9-10 стихи. Итак, они, то есть волхвы, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Итак, мы видим, как здесь говорится про волхвов, которые шли с востока, они были с востока, и пришедшие, они сказали, где родившийся царь иудейский. Мы можем спросить, откуда они знали о царе иудейском, и мы знаем, что они, как написано здесь, были с востока, где слышали о пророчествах Даниила. И, как вы знаете, Даниил был приведен в плен вавилонский, и он что был? Он был приближен к Новохудоносору. И как он был приближен к Новохудоносору? Через сон, который он растолковал ему. И они, в соответствии с этими пророчествами, они пошли искать, и вела их эта звезда, звезда, за которую они шли. И, нашедшие же, они, прежде, они, конечно же, были приведены к царю Ироду, который встревожился, испугался и сказал, как узнаете, придите ко мне и расскажите. Но потом они к нему не пошли. Потом они к нему пошли. Но вот, когда они нашли младенца, когда звезда остановилась, они возрадовались, как мы здесь видим, великой радостью. Они словно сказали, эврика, откуда это слово я взял. Вчера на евангелизации мы были, и такое свидетельство. Пастор Владислав разговаривал с Евгением. Евгений, и начался разговор о значении его слова, что означает благи. И затем перешло все в слово эврика, что эв – это благи. В общем, эврика означает «нашел благое». И здесь они нашли это удивительное, то, что искали. Как они это нашли? Они всматривались и изучали Писание. В книге Даниила говорится о точном времени прихода младенца, царя, мессии. И даже сказано в 9 главе, 26 стихе, когда в точности будет казнен Господь Иисус Христос. И они нашли. И такой удивительный принцип для нас, когда мы тоже всматриваемся в это Писание и тоже находим удивительные сокровища. Для нас, как для верующих, мы тоже часто, наше сердце, когда мы ищем, всматриваемся в Писание, мы говорим «Эврика нашел удивительное сокровище». Помните, как ученики в Евангелии от Луки, 24 главе, когда они просто смотрели, что происходит на поверхности. А на поверхности они видели распятие Иисуса Христа, смерть Иисуса Христа и были очень опечалены. Но когда Иисус Христос явился им, и когда позже начал все объяснять и рассказывать от Моисея, они словно в своих сердцах, как там говорилось, они были возрадованы в своих сердцах. Говорили, не горело ли сердце наше? Они говорили «Эврика!» Мы увидели, вот оно для чего это было. Мы увидели сокровище в этом удивительном Писании. И в завершении еще одно свидетельство. Вчера, вернее позавчера, я забыл ключи. Я забыл ключи. И уже уходя отсюда, иду на остановку автобусную, и меня останавливает один мужчина. И говорит «Не знаете, как пройти туда?» И он был немного выпивший. Я говорю «Я этого не знаю, но вот что я знаю». Это мы научились на вот этих практических занятиях по евангелизации. «Но вот что я знаю». И он такой же был ошарашен. И я говорю «Я знаю о радости, которая возвещается всем людям», как написано в Евангелии от Луки. Помните, когда пастухи пришли, вернее ангелы, ангел явился к пастухам, и он сказал «Я возвещаю вам радость, которая будет всем людям без исключения». И он говорит «И это касается также вас». У него глаза такие. Даже меня, даже вас. Мы сказали «Каждого, все люди грешника». Это касается каждого грешника без исключения. Радость такая. И он был совсем не проще поговорить. Он даже искал собеседников. И настолько удивительно, что как в Евангелии от Луки 2 главе написана эта удивительная весть. Радостная весть, что это всем людям. Младенец родился для каждого. Для каждого грешника на земле. Спаситель родился для каждого. Аминь. Аминь. Аминь.